ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шем, благословенное имя Господне! Я рад быть сегодня с вами в программе «Узнавая еврейского Иисуса». Дорогая, я помню, как много лет назад я видел себя во сне, сидящем на слоне. Я был таким радостным тогда. Это было незабываемо. Я помню, я рассказал тебе свой сон, и ты начала искать онлайн символом, чего является слон. Может, ты помнишь, что ты выяснила тогда? Это пригодится и нашим зрителям сегодня. Было бы интересно, о чем нам говорят эти слоны. Да, слоны очень массивные и тяжелые по весу. Когда они ходят, они оставляют после себя на земле огромные следы. Пророческое значение сна о слоне в том, что ты меняешь атмосферу. Меняется все вокруг. Каждый шаг значим. В углублении от следа слона может даже вырасти дерево. Поэтому слон означает изменение атмосферы, некое мощное влияние, трансформацию. Аминь. И мы молимся обо всех, кто будет смотреть эту программу, чтобы на вашей жизни был вес Божьей славы и божественного присутствия, чтобы вы меняли атмосферу там, куда ступает ваша нога. Мы любим вас. Да благословит вас Бог через нашу программу сегодня. Добро пожаловать на второй сезон серии «Мессианские пророчества». Это уже третья программа этой серии. Возможно, вам кажется, что я слишком много топчусь на одних и тех же пунктах, но поверьте, я делаю это потому, что многие в церкви не понимают природу того, что мы называем «мессианским пророчеством». Многие люди считают, что речь идет о пророчествах, о будущем, которые исполнил Иисус. Но, как я уже говорил, большая часть мессианского пророчества не касается исполнения Иисусом предсказанных пророчеств в будущем. Я отдам вам еще один пример этого сегодня. Мы поговорим о царе Давиде и также заглянем в 13 главу Иоанна. Начнем мы с 18 стиха данной главы. Послушайте слова Иисуса. «Но да сбудется Писание, «Едущий со Мною хлеб поднял на Меня пету сою». Итак, о чем здесь идет речь? Иисус говорит о предательстве Иуды, но Он дает пример из еврейской Библии, говоря о том, что случилось с Давидом. А вот слова Давида, царя Израиля, по этому поводу. «Который ел хлеб Мой, поднял на Меня пету». Когда Давид говорил об этом, он, скорее всего, не имел в виду Иешуа и предсказания о том, что один из друзей Иешуа его когда-то предаст. Давид говорил о том, что происходило в его собственной жизни. Это были его личные переживания. Его друзья предали его. От него отвернулся тот, кто был близким другом. Иисус взял это место Писания и сказал, что оно исполнилось. «Но да сбудется Писание. Едущий со Мною хлеб поднял на Меня пету Свою». Иисус цитировал 40-й Псалом. Тогда возникает вопрос, зачем авторы книг Нового Завета берут место из Псалма Давида, из Ветхого Завета и применяют его к Иисусу? Они утверждают, что Иисус исполнил это пророчество, хотя для Давида это даже не было пророчеством. В этом и весь смысл моего послания. Авторы книг Нового Завета зачастую используют еврейскую Библию не для того, чтобы показать, как Иисус исполнил предсказания о будущем, но о том, как в Мессии Иисусе исполнилось предназначение Израиля. То, что происходило в истории Израиля, произошло также с Иисусом в его земной жизни. То же, что произошло в жизни ключевых фигур Израиля, таких как Моисей и Давид, произошло также и в жизни самого Иисуса. Таким образом, Иисус, будучи божественным представителем Израиля, повторял то же, что происходило с ключевыми героями Израиля. И будучи божественной главой Израиля, Иисус умер на кресте за грех Израиля и за грехи всего мира. И таким образом, Он наполнил смыслом историю Израиля. Дело в том, что, когда авторы Нового Завета говорят о том, что Иисус исполнил множественные пророчества Ветхого Завета, они не только имеют в виду, что Иисус исполнил предсказания, но что Иисус наполнил историю Израиля смыслом. Послушайте, ранние читатели Танаха, еще до рождения Иисуса, не воспринимали места Писания, которые в Новом Завете отнесены к тому, что исполнилось в Иисусе. Мы читаем, «Да сбудется Писание». Но когда до этого иудеи читали эти места Писания, они вообще не видели в этом мессианского пророчества. Поэтому в 24-й главе Евангелия от Луки мы видим слова Иисуса, обращенные к Его ученикам, «Они смысленно и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, надлежит исполниться всему, написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». То есть, иначе говоря, глубокое значение пророчества было скрыто, но во времена Иисуса оно исполнилось. Поэтому Иисусу пришлось показать своим апостолам, что многие события, произошедшие в Еврейской Библии и в жизни пророков Еврейской Библии, на самом деле были прообразами жизни и служения Иисусу. То есть, Он их исполнил. Поэтому позже, после обсуждения с Иисусом закона Моисея, псалмов и пророческих книг, апостолы сказали в 24 главе Евангелия от Луки, в 32 стихе, такие слова. «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание?» То есть, Иисус раскрывал им тайны Библии. Дело в том, что не все пророчества Еврейской Библии, касающиеся Мессии, были на поверхности, и не все понимали, что это пророчество. Нужно было, чтобы Дух Святой указал людям на это. Дух Святой позволял людям взглянуть на все глазами Иешуа. И тогда они начинали понимать Писание, и что главная цель Писания заключается в Иешуаха Мошехе. Мы посмотрим на мессианские пророчества слегка под другим углом и увидим их загадочность. Я собираюсь прочитать вам отрывок из 11 главы Евангелия от Иоанна. Я прочитаю о том, что произошло в жизни первосвященника Каиафы во время земной жизни Иисуса. Я расскажу вам контекст. В то время у людей возникали противоречивые мнения об Иисусе. Были люди, которые кричали и требовали, чтобы его распяли, чтобы его приговорили к смерти, и Каиафа говорит своим последователям, «Вы должны понять, что Иисуса просто необходимо убить». Потому что важно, чтобы один человек умер ради всего народа. В иудаизме есть такой принцип, что праведный должен умереть, чтобы искупить грехи нечестивого. Таким-то образом, Каиафа и понимал, что смерть Иисуса послужит искуплением за грех Израиля, несмотря на то, что Каиафа не понимал, что Иисус — Мессия. Итак, я прочту вам из 11 главы Евангелия от Иоанна, 49 стиха. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». А теперь послушайте. «Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино». Каиафа не осознавал, что он вообще-то пророчествует в этот момент. Но поскольку он был первосвященником, на нем был дух Элохима, Руах Акадеш, и он озвучил этот божественный принцип, что праведный может умереть вместо грешника. Это принцип искупления посредством заместительной жертвы. Это то, что отличает нашу веру в Мессию от всех других верований мира. Праведный умирает вместо нечестивого. Иешуах Машех умер вместо нас. Праведный Мессия Иисус умер за нас, грешников. И теперь мы, нечестивые, становимся свободными и праведными перед Богом. Первосвященник даже не знал, что он пророчествует, но он произнес эти слова, водимые Духом Божьим. И подобно этому в Библии скрыто множество пророчеств. Даже в разуме первосвященника была сокрыта тайна. Он даже сам того не осознавал. Но когда пришел Иешуа, он помазал нас, чтобы мы могли видеть его жизнь во всей книге Танах. Помазание действует очень интересным образом. Я бодрствовал в Духе в четверг и в пятницу, но в субботу на меня словно сошло другое помазание. Дух Божий говорил так, «Давайте праздновать». Я научил их нескольким еврейским песням. Они им очень понравились. Они подхватили эти песни, пели и танцевали вместе с нами. посреди Нигерии, где никогда не слышали об их еврейских корнях, вдруг однажды вечером собирается народ. По приблизительным подсчетам там было около ста тысяч человек. И они пели свободно и с радостью «Айвену шалом алейхем». Божье обетование Аврааму сбылось. Бог сказал Аврааму, «В семени Твоем благословятся все народы». И затем в Новом Завете мы читаем, что это семя есть Иисус Иешуа Хамаше. И мы, воспевая на еврейце, празднуем посреди Нигерии, что это семя пришло в Иисусе. Это было особенное переживание, ни с чем не сравнимое. Позвольте мне пойти дальше. Есть еще один тип пророчества, которые мы с вами еще не охватили. Это типологические пророчества. Мы с вами рассмотрели прообразы, а сейчас мы посмотрим типологические пророчества. Что я имею в виду под прообразами? Ну, например, Моисей и его медный змей. Если вы не смотрели предыдущие программы, вам будет трудно понять, что я имею в виду под прообразами. Но сейчас мы переходим на новое измерение. Мы рассмотрим с вами типологические пророчества. Что я имею в виду под типологическими пророчествами? Иногда пророчество исполняется однажды, а затем оно исполняется снова, но уже более мощно. То есть в еврейской библии есть пророчества, которые исполнились. это были пророчества с предсказанием. Это пророчества о том, чему надлежит исполниться в будущем. Эти пророчества исполнились в будущем. Они исполнились во время, когда писал сатанах, то есть еще до того, как родился Иешуа. Но они исполнились не один раз. Они исполнились снова и обрели полноту своего исполнения в личности царя Иисуса и в его служении. К примеру, в прошлый раз я говорил о книге Исаии, 7 главе, 14 стихе. Это важно, потому что мы, как последователи Иисуса, часто цитируем это место. Но традиционные раввины считают, что верующие в Иисуса, такие, как мы с вами, совершенно неправильно понимают это место. Они не считают, что это место оба Иешуа. Они считают, что сын в данном тексте это сын, который еще родится у Исаия. Некоторые из них считают, что речь могла идти о будущем сыне Ахаза, царя Израиля. И для них это пророчество давно исполнилось. А вот вам исторический контекст данного местописания. Книга Исаия, 7 глава, 14 стих. Это слово было произнесено, когда Иуда был окружен врагами. Исаия получил слово от Бога, что младенец рожден нам, сын дан нам. И нарекут ему имя Эммануил, Бог с нами. И прежде, чем это дитя достигнет возраста, когда сможет различать добро и зло, все враги Израиля будут поражены. Позвольте мне прочесть вам это место. Исаия, 7 глава, 14 стих. Итак, Сам Господь даст вам знамение. Все Дева во чреве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил. Это местописание цитируется в Евангелии от Матфея, 1 главе, 23 стихе. Говорится о рождении Иисуса. Дева зачала и родила сына. Нам родился младенец, имя которому Эммануил, что значит Бог с нами. Матфей говорит, что окончательное исполнение этого местописания пришло к нам в лице Иисуса через рождение Мессии Иисуса. Но, как я уже сказал, традиционные раввины не считают, что это местописание нужно применять к Иисусу. По их мнению, данное пророчество можно применить лишь к будущему сыну Исаия или к сыну Ахаза, царя Израиля, которому еще предстояло родиться и у Исаия, и у Ахаза, действительно позже родились сыновья. По их мнению, это пророчество исполнилось уже тогда, и не стоит ждать чего-то другого. Но вот что я имею в виду под термином «типологическое пророчество». Некоторые пророчества исполнились в какой-то степени. Какие-то, возможно, исполнились полностью, но это еще не было их окончательным исполнением. Они исполнили свою цель в полноте лишь в жизни и служении Иисусу. Мы рассмотрим значение слова «дева». Здесь сказано «Итак, сам Господь даст вам знамение». Вот «дева». Я напоминаю, это Исаия, 7 глава, 14 стих. Итак, слово «дева». Традиционные раввины апеллируют, что слово «алмах» означает не только девственница, но и просто молодая девушка. Но если мы заглянем с вами в историю Израиля, мы увидим, что она начинается с Авраама, как первого верующего в Бога человека. Как же родился сын Авраама? Как родился его сын обетования? Как родился Исаак? Послушайте. Возлюбленные мои, Исаак родился сверхъестественно. Аврааму было уже сто лет, Саре было девяносто лет, она уже давно минула тот возраст, который был подходящим для деторождения. Поэтому с научной точки зрения рождение Сары ребенка было абсолютно невозможным. Это было стопроцентным чудом. Но Бог сверхъестественно начинает свой план искупления через рождение Исаака как прообразы Иисуса. Исаак был рожден совершенно сверхъестественно, когда его матери было уже девяносто лет. Иисус же приводит это обетование в окончательную полноту его исполнения. Он исполняет его типологически. Это пророчество началось одним способом, а затем было исполнено в абсолютной полноте. Точно так же и с местом из Исаи. Как бы вы не перевели девственница или юная девушка, Иисус исполнил это пророчество. Он исполнил предназначение Израиля. Исполнилось типологическое пророчество. Через смерть невинного происходит искупление. То, что произошло в еврейской Библии, то, что произошло с Исааком, сыном Исаи и сыном Ахаза, все это окончательно исполнилось в лице Мессии Иешуа. Позвольте дать вам еще один пример типологического пророчества. Мы откроем с вами книгу Даниила 11 главу и начнем читать с 31 стиха. Послушайте, что говорит Слово Божие. Здесь Даниил пророчествует нам о том времени, когда придет Антихрист. Антихрист будет выступать против Мессии и против Слова Божьего. Это читаем Даниила 11 главу 31 стих. «И поставлена будет им часть войска, которая сквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения». Мерзость запустения. Этот термин был использован Иисусом в 24 главе Евангелие от Матфея в 15 стихе. Иисус говорит, «Итак, когда увидится мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, он перечислял ученикам признаки последних времен перед его пришествием». Итак, почему это типологическое пророчество и как реагирует на это место традиционные раввины? Традиционные раввины утверждают, что это пророчество из 11 главы Даниила уже исполнилось человеке по имени Антиохий Эпифаний IV, который жил приблизительно в 168 году до нашей эры. Он вошел в иудейский храм и осквернил его, принеся в жертву свинью, самое грязное животное на планете. Он принес жертву языческому божеству Зевсу. Это действительно произошло после пророчества Даниила. Антиохий Эпифаний сделал это. Он вошел в иудейский храм и осквернил его. Он принес в храме жертву Зевсу. Он принес в жертву свинью. Для традиционных раввинов это и была мерзость запустения. Конечно, так оно и есть, но это произошло еще до Иешуа. Как же Иешуа говорил своим ученикам, что перед его возвращением будет мерзость запустения. Дело в том, что это пророчество Даниила исполнится на земле снова, когда восстанет Антихрист. Он построит храм в Иерусалиме и сделает его своей штаб-квартирой. Он будет пытаться оттуда править всем миром. Но затем мешается Бог. Он осудит Антихриста. Божий огонь уничтожит всякое зло на земле. Мессия Иисус будет царствовать на земле. Это пророчество уже было исполнено когда-то, но также и будет исполнено в будущем через служение Иисуса. С вами сегодня был Равин Кеорг Шнайдер. Я люблю вас. Бару Хошем. Поделитесь этим посланием с ближними. По воле Божией мы увидимся с вами ровно через одну неделю. А я говорю вам шалом. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Дорогие друзья, если вы еще не пригласили Иисуса стать вашим Господом и Спасителем, и вы ощущаете что-то в сердце, это Бог касается вас. Я приглашаю вас зайти на мой сайт в раздел «Найти Иисуса». Сегодняшний выпуск завершает серию «Мессианское пророчество» сезон 2. Если вам понравилась эта серия и вы хотели бы приобрести запись, зайдите на наш сайт или позвоните нам. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение «Узнавая еврейского Иисуса» сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Шалом, возлюбленные! Я прочту из Евангелия от Марка 12 главы 41 стиха. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». Интересно, что сам Бог, пришедший во плоти, наблюдал за тем, как люди отвечали на призыв любви и приносили жертвы и приношения. И сейчас Он также наблюдает за нами. Ему важно увидеть, насколько жертвенные мы с вами сегодня. Мы должны, как подобает, почитать Господа тем имуществом, какое Он нам доверил. Если для того, чтобы вас наставлять и питать, Бог использует служение «Узнавая еврейского Иисуса», то будет по-библейски правильно почтить Бога своими финансами, пожертвовав в наше служение. Я прошу вас сделать это, если Дух Святой побуждает вас к этому, если Он стучит в двери вашего сердца, чтобы вы почтили Его через наше служение. Просто будьте послушны Ему. Бог всегда вознаграждает послушных. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова